Два предания, два свидетеля Мы рассмотрели два повествования о рождении Иисуса. Прежде чем перейти к следующей главе, мы должны попытаться ответить на вопросы, какова историческая ценность этих повествований, что они дают для понимания значения Иисуса и его миссии, и почему в них столько нисходного материала. Большинство современных исследователей Нового Завета согласны между собой в том, что первые две главы Матфея и первые три главы Луки достаточно поздний материал, добавленный уже к существовавшему и циркулировавшему более раннему преданию о жизни Иисуса. Это раннее предание зафиксировано в Евангелии от Марка, который ничего не говорит о рождении Иисуса и начинает повествование с проповеди Иоанна Крестителя. Прочий материал Евангелий Марка и Луки – позднейшие добавки, обладающие значительно меньшей долей достоверности, чем повествование, начинающееся с Иоанна Крестителя. Таково мнение большинства ученых, изложенное нами суммарно и в смягченной форме. Наиболее радикальные критики прямо говорят о мифологическом и легендарном характере всех содержащихся у Матфея и Луки сведений, касающихся рождения, детства и отрочества Иисуса. Некоторые ученые предлагают рассматривать евангельские повествования о Рождестве не как свидетельства о событиях, имевших место в реальности, а как притчи. Последователи Иисуса, по мнению этих ученых, от самого Иисуса научились сочинять притчи и на основе нескольких скупых фактов сочинили две разные истории притчи о его рождении и детстве. Если рассматривать первые главы Евангелия от Матфея и Луки в качестве исторического документа, то ни один из них не подходит под строгие критерии, предъявляемые к историческому повествованию. Практически невозможно сшить их в единую повествовательную ткань, хотя попытки это сделать предпринимались неоднократно, достаточно вспомнить блаженного Августина. При подходе к этим текстам как историческим документам приходится признать, что мы имеем дело с двумя разными историями, лишь в некоторых пунктах соприкасающимися одна с другой, подобно тому, как две генеалоги Иисуса соприкасаются лишь в некоторых позициях. Если же подойти к обоим повествованиям как к свидетельствам очевидцев, то перед нами открывается иная картина. Здесь уже синхронизация двух повествований с целью достижения максимальной исторической достоверности отходит на второй план, а на первый выдвигается достоверность иного рода, базирующая на доверии к свидетелям. Именно этот метод мы решили применять к евангельскому повествованию, и в данном случае он как нельзя более подходит. Кто те свидетели, на которых опираются Матфей и Лука? Очевидно, что сами евангелисты не могут выступать в роли свидетелей. Мы уже говорили, что некоторые эпизоды первых глав Евангелия от Луки ограничивают круг свидетелей одним человеком – Марии, матерью Иисуса. Только она могла поведать о том, как ей явился ангел и возвестил о рождении Мессии. Только она могла рассказать о своем посещении или советы. Она же – наиболее вероятный источник повествований о поклонении пастухов, о сретении Иисуса в храме Симеоном и Анной, и, наконец, о поведении 12-летнего Иисуса в Иерусалиме. Все эти повествования содержатся в Евангелии от Луки, причем Мария фактически указывается автором Евангелия в качестве основного источника. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Слагать в сердце – значит хранить в памяти. Именно из памяти Девы Марии были впоследствии извлечены все эти рассказы. Иную картину мы наблюдаем в повествовании Матфея. Здесь центральной фигурой является не Мария, а Иосиф. Мы узнаем из этого Евангелия не только о поступках, но и о мыслях Иосифа, о том, как он получал откровение во сне, и как ему трижды во сне являлся ангел. Иосиф представлен как источник принятия решений. Именно он после явления ангела берет Марию и младенца и отправляется с ними в Египет. Он же принимает решение сначала о возвращении в землю Израилеву, а затем о поселении в Галилее. Все это говорит о том, что наиболее вероятным источником информации для Матфея является Иосиф. Каким образом эта информация была получена Матфеем? Ко времени выхода Иисуса на проповедь Иосифа уже не было в живых, поэтому прямое соприкосновение между ним и Матфеем практически исключено. Но были в живых братья Иисуса, которые после его смерти и воскресенья играли заметную роль в жизни христианской общины. Не мог ли, например, Иаков, брат Господень, передать Матфею и другим ученикам то, что когда-то слышал от Иосифа о рождении Иисуса? Такую версию никак нельзя исключить, тем более, что именно с Иаковым церковное предание связывает появление памятника, в котором говорится о рождении и детских годах Марии и о рождении от нее Иисуса. Значительная часть протоевангелия Иакова тематически перекликается с первыми главами Евангелии от Луки и Матфея. Протоевангелие Иакова относится к числу апокрифов, не вошедших в канун Нового Завета. Появилось оно, предположительно, около середины II века, и апостол Иаков, как считают ученые, не мог быть его автором. Тем не менее, изложенное в нем предание вполне могло в каких-то своих частях восходить к брату Господню, а через него – к Иосифу. Несмотря на откровенно апокрифический характер, памятник ценен тем, что представляет собой первую попытку синхронизации двух различных евангельских повествований о рождении Иисуса. При этом памятник во многих моментах дополняет повествования Матфея и Луки различными подробностями. Вот, например, как описывается реакция Иосифа, когда он увидел, что Мария беременна. «Шел уже шестой месяц, и тогда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее беременную, и ударил себя по лицу, и упал в ниц, и плакал горько, говоря, как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти. И встал Иосиф и позвал Марию, и сказал, ты, бывшая на попечении Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога своего, зачем осквернила свою душу ты, которая выросла в святая святых и пищу принимала от ангела? Она тогда заплакала горько и сказала, чиста я и не знаю мужа. И сказал ей Иосиф, откуда же плод в чреве твоем? Она ответила, жив Господь Бог мой, не знаю я, откуда. Эта история не вошла в новозаветный канон, но она стала фактически частью церковного предания через богослужение. В православном богослужении в канун Рождества мы находим такой текст, составленный как бы от лица Иосифа. Мария, что дело сие, ежи в тебе зрю, недоумею и удивляюся, и умом ужасаюся, оттайбо отмине буди вскоре, Мария, что дело сие, ежи в тебе вижу. За честь срамоту, за веселье скорбь, вместо ежи хвалитеся, укоризнами принесла еси. К тому не терплю уже поношения человеческих, ибо от иерей из церкви Господни яко непорочно тебя приях, и что видимое. В другом месте мы говорили о том, что богослужебные тексты православной церкви не просто комментарии к Евангелию. Нередко они повествуют о том, о чем Евангелие умолчало. В рассказе Матфея о рождении Иисуса от Девы многое осталось за кадром. Евангелист умолчал, в частности, о личной драме Иосифа. Можно только догадываться о его переживаниях, сомнениях, о том, что он мог говорить своей невесте, когда обнаружил, что она имеет в очреве. Прото-евангелие Иакова, а вслед за ним и богослужебные тексты пытаются в поэтической форме восстановить диалог между Иосифом и Марией. Можно относиться к текстам подобного рода как к поэтическому вымыслу, церковной риторике, а можно увидеть в них нечто большее – стремление проникнуть в чувства и переживания тех людей, чьими руками творилась священная история. Подведем некоторые итоги, касающиеся двух евангельских повествований о рождении Иисуса. Они сходятся в следующих ключевых пунктах. Первое. На момент зачатия младенца Марии, Иосиф и Марии были обручены, но не начали жить супружеской жизнью. Второе. Иосиф был из рода Давидова. Третье. О рождении младенца возвестили ангелы. Четвертое. Мария зачала не от Иосифа, а от Духа Святого. Пятое. Имя младенцу было наречено ангелом. Шестое. Ангел возвестил, что младенец будет спасителем. Седьмое. Иисус родился в Вифлееме. Восьмое. Иисус родился при царе Ироди Великом. Девятое. Иисус воспитывался в Назарете. Эти общие пункты составляют ту историческую канву, которая относится непосредственно к биографии Иисуса. Расхождение же свидетельствует о наличии двух свидетелей, на информации которых базируются два параллельных рассказа. Гипотеза двух свидетелей дает нам ключ к пониманию причин, по которым эти повествования столь существенно разошлись между собой в деталях. Эта гипотеза также помогает понять различия между двумя родословными Иисуса. Мы уже говорили о том, что, по мнению некоторых исследователей, в Евангелии от Луки представлена родословная Мария, а в Евангелии от Матфея — родословная Иосифа. Вовсе не настаивая на правильности этого мнения, мы все же должны отметить большую близость Евангелия от Луки к Марии, чем к Иосифу. Может быть, не случайно в церковном предании Лука представлен как апостол, близко знавший Богородицу и даже написавший первый ее портрет — икону. В дальнейшем нам придется еще не раз сверять показания двух или нескольких свидетелей, и мы будем наблюдать между ними гораздо больше сходства, чем различий. Но речь пойдет о свидетельствах иного рода, принадлежащих непосредственным очевидцам событий — апостолам. В повествованиях же о рождении Иисуса мы имеем дело с материалами, хотя и восходящими к конкретным свидетелям, но прошедшими через различные стадии редактирования. Повествования Матфея и Луки о рождении Иисуса имеют прежде всего богословский смысл. Каждая из них является своего рода прологом к истории общественного служения Иисуса. В обоих повествованиях Иисус предстает как Сын Божий и Сын Человеческий одновременно. Даже если Матфей делает больший акцент на человеческом происхождении Иисуса как Сына Авраамова и Сына Давидова, а Лука делает акцент на Его богосыновстве. Думается, именно эта начальная богословская установка является главным скрепляющим звеном между двумя повествованиями, и именно она делает эти повествования неотъемлемой частью изначального христианского учения, отраженного на страницах Нового Завета.